На минувшей неделе федеральные телеканалы всколыхнули общественность Волгоградской области. Рейд по поимке нелегалов сотнями приезжающих в наш регион обернулся настоящим скандалом. Выяснилось, что люди работали в парниках, где выращивались огурцы, томаты и другие овощи, попадающие на наши столы. Чтобы поберечь силы, время, деньги, усердно обрабатывали поля неустановленными химикатами. Теперь многие жители с опаской приобретают плодовощную продукцию с рук и на рынках. Где в Волгограде приобрести безопасные овощи? Как определить по внешнему виду качественную продукцию от некачественной и о многом другом? В эфире телеканала Волгоград-1 мы поговорим с главным агрономом ООО «Овощевод» Денисом Вадимовичем Рыбаковым. Денис Вадимович, добрый день! Денис Вадимович, вещества, которые изъяли у задержанных, уже сразу, ну на них было прямо нарисовано класс опасности, химикаты. Какой вред они могут принести нам, простым потребителям, жителям города? Ну какой конкретно вред могут они нанести, это смогут определить только медики. Самое главное, что там непонятно, нет названий, нет этикеток, неизвестно, что это за вещества, как их использовали, в каких пропорциях, дозировках. На каждый препарат есть регламент, существует определенный список разрешенных препаратов, он ежегодно обновляется. Соответственно, если мы не знаем, что это за препарат, то вероятность того, что он нанесет какой-то вред, теоретически, как растениям, так и впоследствии человеку, его съевший, тоже неизвестна. Какой вот гипотетический вред он может вообще нанести? Вот перед вами тарелка, там лежит, ну неизвестно что, ни мясо, ни овощи, вы будете это есть? Ну вряд ли, ну как показывает практика, покупая на рынке не брендированную какую-то продукцию, да, я это ел и что-то как-то я немножко запереживал, как бы оно в какой-то момент не съело меня. Так и в этом случае, вроде бы овощ, а что внутри неизвестно. Ну, насколько я понимаю, чтобы не съесть что-то неизвестное на тарелке, вот мы и пригласили вас, ваша продукция под брендом «Ботаника», которая продается в Волгоградских магазинах, она выращена, насколько я узнал, даже не в земле. В чем, и как, и зачем, и почему? Да, действительно, мы выращиваем наши овощи в минеральной вате, потому что изначально она приходит к нам абсолютно стерильно. Мы создаем условия, необходимые для растения, то есть даем лишь те элементы, которые бы растение взяло из земли, но ничего более. То есть из земли оно может просто взять еще и какие-то вредные, скажем так, вещества, а вы растение от этого избавляете, да? Естественно, мы контролируем все жизненные процессы растения, естественно, исключая возникновение различных заболеваний. Уже 4 года «Ботаника» радует волгоградцев экологически чистыми, вкусными и полезными овощами. Три сорта огурцов и два томатов – таков на сегодняшний день ассортимент продукции, выращиваемой на предприятии «Овощевод». Покупая овощи «Ботаники», вы можете быть уверенными в их качестве, ведь больше всего специалисты компании заботятся о здоровье волгоградцев. Для выращивания огурцов и помидоров создана среда, максимально близкая к естественной. Для полива используется только артезианская вода, которая дополнительно проходит несколько степеней очистки для опыления томатов в шмели. Против вредителей используют не химикаты, а биометод, подключая к борьбе с насекомыми и сорняками их естественных врагов. Такой природный симбиоз выгодно отличает «Ботанику». Идеальные условия для выращивания овощей создаются благодаря специальным компьютерным программам. Опыт был приобретен в Голландии и успешно внедрен в Волгоградском регионе. Сегодня под брендом «Ботаника» выпускается около 25 тысяч тонн продукции в год. Тепличный комплекс занимает 25 гектаров. Но на этом компания не останавливается. В планах «Ботаники» дальнейшее расширение тепличного хозяйства для того, чтобы снабжать вкусными и полезными овощами не только Волгоградскую область, но и другие регионы России. Сколько примерно надо, чтобы вырастить, времени, чтобы вырастить один огурец? В районе 40 дней. Всего 40 дней? Вот огромные, большие огурцы, которые продаются под брендом «Ботаника» 40 дней? Замечательно. Вот большинство, наверное, всех зрителей, и вы, как человек, а не как, скажем, агроном, и я, привыкли совершать покупки по сочетанию цена-качество и каким-то вкусовым предпочтениям личным. Я раньше, как уже говорил, покупал продукты на рынке, видимо, я с этим завяжу. Они там яркие, красивые, по доступной цене. Не задумывался над тем, что там может внутри содержаться. А в магазинах под вашим брендом продукция выглядит не менее привлекательно. С чем это связано? Вот форма одна, а содержание разное? Это удешевление или что? Какие вы еще технологии используете для безопасности? Ну, наша компания тратит очень много сил и времени на создание специальных упаковок, в которых наши овощи будут сохраняться как можно дольше, сохранять свои полезные свойства и вкусовые. Также для чистоты и безопасности нашей продукции используется ряд карантинных мероприятий. Это не только внутри нашего предприятия, но и даже за пределами ее, чтобы не было даже в радиусе нашего предприятия никаких болезней и вредителей. Такая зачистка из сколько километров зона стерильности вокруг предприятия? В районе 100 метров по периметру. У нас используются новейшие теплицы нового поколения, поэтому они позволяют нам создавать идеальный микроклимат теплицы, а следовательно мы исключаем саму возможность появления различных заболеваний. Скажите, были хоть раз в вашей практике случаи, когда растения заболевали и с чем это было связано, если было? Вы знаете, в моей практике растения не болеют, потому что все эти меры беспрецедентные, которые проводятся у нас на территории нашей компании, они позволяют исключить возникновение всех этих заболеваний. Понятно. Скажите, как профессионал в агрономии, по каким критериям человек, обычный, простой, может, ну не понять, качественная продукция или некачественная, но гарантированно увидеть, что продукция некачественная для того, чтобы обезопасить себя, приобретая продукты на свой стол? К сожалению, лишь по внешнему виду, конечно, нельзя определить, качественный продукт или нет, но мы всегда можем посмотреть на производителя, потому что производитель гарантирует качество своей продукции. Чтобы войти условно на рынок сетевой, необходимо соблюдать технологию, надо получить сертификат. Чтобы его получить, нужно эту технологию открыть, и следовательно далее ее соблюдать. Поэтому нам скрывать нечего. Мы даже ежедневно проводим тестирование нашей продукции на нитраты. Помимо этого, еженедельно производится отправка анализов контролирующей инстанции. Кроме этого, проводятся акции уже в самих магазинах, где каждый потребитель может подойти нитрат-тестом, проверить нашу продукцию на нитраты. Подобные акции последние прошли чуть больше месяца назад, и они будут продолжаться. Здорово, замечательно. Я, кстати, ни разу не попадал. Обязательно прослежу в новостях, когда это будет. Вот ваша продукция, кроме магазинов, я так понимаю, еще частично, наверное, есть на рынке. Как ее там можно найти, определить? Хочу сразу отметить, что на рынке нашей продукции попадает ничтожно малое количество. Основная продукция уходит, естественно, в крупные магазины, сетевые. И поэтому, чтобы быть уверенным, что эта качественная продукция именно наша, лучше, конечно, ориентироваться на магазины. То есть, покупая в магазине, мы более уверены в том, что... Да, и хочется отметить, чтобы люди все равно смотрели на упаковку штучную, лоточки, потому что это гарантия качества, там есть бренд, там есть все сертификаты и тому подобное. Просто в последнее время участились случаи, когда в нашу упаковку, в наши ящики попадают, ну, мягко сказать, не наши продукты. Ну, наверное, вот это признание, когда начинают в вашу упаковку, в ваш бренд класть. То есть, вы настолько качественные, что люди уже начинают бренд, торговать вашим брендом, не только продукцией. Видимо, да. Спасибо вам большое, Денис Вадимович, за интересную беседу. И главное, я думаю, надеюсь, она станет полезным нашим зрителям. А я напомню, что в студии телеканала «Волгоград-1» был главный агроном ООО «Овощевод». Это бренд всем известный «Ботаника» Денис Вадимович Рыбаков. Спасибо. Спасибо.